А можно, доктор, вот не геополитики, а местной политики? Опускается. Опускается сразу, тут же следуя вашему практическому совету. У нас сейчас СНБО очень популярно и модно и очень быстро собирается, особенно тогда, когда нужно забрать у чужих и отдать своим. Скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас есть ваш рецепт, по каким поводам на самом деле должен собираться СНБО, Совет Национальной Безопасности и Обороны? Смотрите, оборонные поводы, вопрос однозначный. Вне всякого сомнения, на сегодня, когда реально мы обсуждаем угрозу, реальную угрозу вторжения, хотя на самом деле как вторжение было в 2014-м, сейчас мы обсуждаем его расширение этого вторжения, но тем не менее факт остается, это совершенно однозначно. И это реальный повод, любая угроза безопасности страны, будь то кибербезопасность, будь то медицина, это все повод собираться. Но, но, на сегодня, помимо угрозы военной, главная, главная проблема – это медицина. Которая, понимаете, я вам честно скажу, меня это волнует, тут все же пришли к выводу уже, что до 2014-го года Украина фактически считала, что армия ей не нужна. Ну это же факт, ее же не было, ну фактически, да? Беда-то вот в чем, беда-то вот в чем. 2014-й год показал, что армия нужна, и без нее государство Украины не будет существовать. Но дело в том, что все последние 30 лет нашей независимости, судя по динамике заболеваемости, рождаемости, эмиграции, продолжительности жизни, украинцы и руководители Украины до сих пор не поняли, что медицина в стране тоже нужна. И то, что вы считаете медициной, медициной не является. Это позорище иметь такой уровень медицины, так относиться к своим медикам, к своим врачам, так финансировать медицину в 21-м рюке. Это просто позорище. Понимаете, и я боюсь, что тогда, когда власть поймет, что такая медицина дискредитирует страну, является главнейшим поводом к эмиграции, важнейшим, понимаете, доминирующим, именно такое отношение, и вот этот новый бюджет с его отношением к медицине, понимаете, это еще один повод уехать, понимаете. Потому что каждый... Но вы останетесь. А нам уже деваться некуда, мы уже все, понимаете. Мы с вами остаемся. Мы остаемся, но мы не вправе держать никого за горло. Люди должны любить эту страну, понимаете. И главное, знаете, любить страну, наверное, легко. Просто она такая красивая, такая классная. Труднее всего научиться любить людей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ